Приветствую вас, если просто, то нельзя забыть человека, нельзя забыть свои чувства, нельзя отказаться от своих чувств, либо это ваши чувства, это ваши желания, какие-то. Забыть невозможно ничего, можно изменить отношение к этому, можно сделать выводы, извлечь опыт, но забыть нельзя. Дальше. Как перестать о нём думать? Чтобы перестать о нём думать, нужно понять, в каком ключе вы о нём думаете. То есть, что именно, для чего именно вам нужен этот человек, грубо говоря. То есть, что вы от него хотите? Вообще. Вы говорите, что вы любите его, но при том, что вы его любите, вы под него подстраиваетесь. Вы как будто стараетесь ему угодить, вы жертвуете собой. То есть, тут история именно такая, для чего вы жертвуете собой? Или по какой причине вы собой жертвуете? Ведь совершенно очевидно, что жертвуете вы так, не ради него, а ради себя, по-видимому. То есть, есть вещи, да, которые вам нужны. Есть вещи, которых вы хотите, есть вещи, которые вам необходимы. Вопрос только в том, зачем? Чего вы хотите? Вот. Зачем очевидно, что речь идёт о зависимости. Ну, в данном случае, любовной зависимости, да? Вот. Любовная зависимость происходит тогда, когда человек идеализирует партнёра. Когда человек приписывает ему те качества, которых нет у него самого. Вот. Когда человек боится остаться один. Когда человек не чувствует себя в достаточной степени значимым. То есть, грубо говоря, у вас, ну, нет попросту своего дела, которым бы вы занимались бы, да? То есть, почему у вас есть время и возможность и силы думать о нём? Вот именно думать о нём. Почему? Почему? Потому что у вас нет своего собственного дела. Или это дело недостаточно важно для вас, недостаточно значимо для вас, недостаточно ценно для вас. Вот. И так далее. Понимаете? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно, вот, исходить именно из этого. В первую очередь. Исходить из ваших желаний. Смотрите, встречаемся два года, в последние месяца творится что-то ужин. И он разведён в женой и живёт три года. Ну, то есть, вы в силу ряда причин, да? С человеком взаимодействуете разведённым. Вот. Я не против, безусловно, той истории, что вы взаимодействуете с разведённым человеком, да? То есть, это, ну, безусловно, ваше право. Но, если он разведён, то как минимум желательно, чтобы вы знали, почему он разведён, из-за чего он разведён. И готовы ли вы, вот, ну, такую его позицию, да? Вот. Позицию, почему он разведён. Принимать. Вот. Позиция такая история... То есть, отдаёте ли вы себе отчёт в том, что послужило с причиной для развода. Это очень важная история, это очень важный момент. Дальше, так, поначалу у нас всё было отлично, но как следит выпуск к себе на родину, и вот происходит развод от наших отношений. Это говорит о том, что человек не устоит неустойчиво, неуверенно в себе, что у него есть определённая доля внушаемости, ну, как бы, вот он сам по себе внушаемый. Он живёт в одном городе по службе, его семья родители и бывшие с ребенком в другом. Как приедет становится сам не свой, хотел в этом году со мной быть вместе, но я торопиться не хотел, а теперь он не торопится. А почему вы не хотели торопиться на каком основании? Говорит, если знает его ребенок, ему будет плохо. Ну, опять же, да, человек явно отношения свои не завершил. Вот, то, что вы описываете, это незавершенность человеком, его отношения. Это просто вот незавершивое отношение. И ещё имеет на него какое-то влияние жена и ребенок. Соответственно, вам нужно от него отдалиться, сказать, что, дорогой, я тебя люблю, я верю в то, что и ты меня любишь. Вот, ну, ты не завершил свои отношения с женой, я это вижу. Вот, ты стыдишь меня, да, потому что, ну, боишься, что ребенок узнает. Я думаю, что пока нам стоит побыть один. Вот и всё, я буду тебя ждать, но он не должен. Ну, как бы, имей в виду то, что, как бы, у всего есть конец. То есть, ну, всему, всему, точнее, всему, всему есть конец. Я думаю, что это справедливо. Вот, так тут, э-э-э, не советовать нужно, как забыть мужчину и перестать думать о нем, а смотреть, что стоит за вашей склонностью к нему, за вашими, э-э-э, переживаниями, с такого рода по отношению к нему. Понимаете? Вот это и самое главное здесь. Вы увидите, например, при работе, да, индивидуальной, вы увидите, что за вашими переживаниями стоит ваше желание, за вашими переживаниями стоят ваши страхи, ну, определенного рода. Вот. За вашими желаниями стоят, э-э-э, какие-то потребности, может быть, может быть, может быть. Установки. Какие-то. Да? Вот. Понимаете? И это нужно корректировать. Ну, по моему мнению, что это советы, советы тут, э-э, давать, на мой взгляд, э-э-э, бисполет, как и по факту в любом, ну, в любом другом случае. Психологи советов не дают. Ну, и заработать, да. Ну, это уже вопрос индивидуальной терапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Для решения экипажnovанцы приходят от меня канистと思います. Продолжение следует...